Предложение по дальнейшему регулированию сферы агроэкотуризма до конца этого года должен вынести Департамент по туризму Минспорта о речи об отмене, правках или продлении указа президента номер 372 о мерах по развитию агроэкотуризма в Беларуси. Дело в том, что действие документа, который предполагает льготное налогообложение и поддержку предпринимательства в данном сегменте, заканчивается в следующем году. С какими предложениями выступают эксперты рынка, знает наш экономический обозреватель Андрей Лоптенок. Спасибо, Сергей. Но специалисты предлагают помогать не огульно, а только тем, кто действительно развивает агроэкотуризм. Условия, которые 372 указ обеспечил развитию агроэкотуризма в стране, говорят цифрами. На момент подписания документа в 2006 году было зарегистрировано 34 агроусадьбы на 1 января 2020-2760. А это инфраструктура в регионах и новые рабочие места. За последние годы чуть более сотни усадеб интегрировались в реальный сектор классического туризма и знакомят гостей с традиционными ремеслами национальной культуры, этнографии, локальной экосистемы и региональной кухни. Усадьбы должны иметь определенные категории, и согласно этим категориям те или иные льготы. Кому-то, наоборот, можно дать еще больше льгот и полномочий, а кому-то, возможно, и нет. Так как все-таки агроусадьба на сегодняшний день может вести любую деятельность, включая туроператорскую, не платя, или там гостиничную, ресторанную, не платя никаких налогов фактически вообще. Инновационный кластер «Великий камень» готов встретить с пятилетним майским юбилеем открытием новых важных инфраструктурных объектов. Среди них – центр инноваций. В центр будут приходиться стартапами или даже просто идеями, которые предстоит преобразовать в готовую бизнес-модель. Мы будем, безусловно, рассматривать на предмет, насколько эта идея жизнеспособна, насколько она инновационна. Я, пользуясь случаем, приглашаю в наш парк такие проекты, потому что мы готовы предоставить и площади, мы готовы предоставить финансирование таким проектам. То есть оказать полное содействие и льготной политике, которая предоставляется здесь резидентам нашего парка. Ломбарды и финансовые кооперативы будут предоставлять отсрочку платежа заемщикам и отменят пени гражданам на основании больничного листа или справки о социальном отпуске без оплаты. Мы считаем, что даже после того, как пандемия закончится, будет правильно в случае, если человек был какой-то период недееспособен, если он болел, на этот период замораживать проценты по основному долгу. Также ломбардам и финансовым кооперативам уже со второго квартала этого года не рекомендуется поднимать процентные ставки по займам. Данная мера позволит уберечь рынок от спекуляций со стороны недобросовестных участников и ее выполнение будет контролироваться регуляторами. Белорусский рынок недвижимости в силу своей инертности пока не отвечает на изменения валютного рынка. Пока в относительно стабильном состоянии рынок удерживается за счет достаточно активного кредитования сделок с недвижимостью. Банки, пусть и с некоторым повышением ставок, но продолжают выдавать займы населению. Впрочем, продавцы и покупатели спешат завершить ранее начатые сделки. Большинство покупателей так или иначе используют кредитные ресурсы и, безусловно, изменения на этом рынке. Их волнуют, беспокоят, и они стараются все-таки подать заявки по тем ставкам, которые были предварительно согласованы. Так же, как и продавцы этой недвижимости, некоторые из них понимают, что, наверное, разумнее продать сегодня тому покупателю, который уже сказал, что я готов купить, чем надеяться, что завтра, скажем там, каким-то образом цена изменится. Китай использует обвал цен на нефть для пополнения своих стратегических запасов. На неделе КНР покупала рекордный объем российской нефти сорта Юрлс на фоне падения спроса в Европе. Уже известно, что в течение следующих четырех недель Китай закупит рекордные 1,6 миллиона тонн российской нефти. Эксперты называют эти закупки спасательным кругом для российских компаний, поскольку в Европе почти нет спроса. Продолжение следует...